Привет ребят, Clash of Clans на ваших экранах, а именно сегодня будет обзор на обновления, которые в скором времени появятся в нашей игре. Эта информация, насколько я знаю, она вроде не является официальной, хотя возможно я ошибаюсь. Взята она с форума, с форума Clash of Clans, если опять же не ошибаюсь. И возможно вы уже от многих обзорчиков видели перечень того, что будет входить в это обновление и что не войдет. Думаю, что это 100% обзор на это обновление делаю я не первый и просто для тех, кто не видел или хотели бы послушать мое мнение по поводу этого обновления, думаю, можете продолжать смотреть видео. А те, кто уже смотрел и вам это собственно мое мнение не интересно, то можете отключать видеоролик. Давайте приступим к тому, что должны добавить. На некоторых моментах я буду зацикливаться, а на некоторых не особо. Так, первое, самое такое логичное, что ждали в игре, это пушка 13 уровня. Как вы помните, в одном из недавних обновлений была добавлена башня лучниц 13 уровня. Ну и собственно, кату понятно, что будет добавлена пушка 13 уровня и сейчас ее добавят. Внешний вид, к сожалению, нам еще пока неизвестен, но я уверен, что в скором времени все ее увидят. Так, следующее, следующее, что будет добавлено, это дракон 5 уровня. На этом моменте я хочу зациклиться. Я считаю, что разработчики делают правильно именно в том, что вводят дракона именно 5 уровня, потому что, как вы знаете, при переходе на таунхолл 9 уровня драконы уже начинают забываться. Забываться, потому что появляются хоги 5 и топ-микс с ведьмами и големами 4 уровня. Это намного лучше, чем драконы 3, и поэтому все переходят на хогов, все переходят на топ-микс. И драконы просто откладываются в долгий ящик и практически не используются. И поэтому разработчики, думаю, правильно сделали то, что добавили дракона 5 уровня, вернее добавят, и, возможно, интерес к драконам вернется, и он будет тащить на клаванной войне, или же просто, когда вы ищите какую-нибудь базу, чтобы фармить. Хотя фарм драконами, сами знаете, не фарм. Надеюсь, что у этого дракона будут приличные характеристики, и он будет в прямых руках разносить хорошо прокачанные базы с хорошими расстановками. Следующее, мортира 9 уровня, на самом деле, не знаю, на каком таунхолле она будет, скорее всего, на 10, и вопрос в том, появится ли мортира 8 уровня на таунхолле 9. На самом деле, не знаю, скорее всего, на таунхолле 10 вам придется дважды вкачать мортиру, а, возможно, вкачать мортиру вы сможете дважды на таунхолле 9. Вроде все, по поводу мортира больше мне сказать нечего, по сути, ну, как и пушка, дело такое. АРДФ будет иметь больший запас здоровья. На самом деле, я считаю, это что-то типа такого баланса, так как разработчики вводят дракона 5 уровня, им нужно было повысить количество хп у АРДФ. По-моему, это все логично, и это сделано правильно. Хотя, с другой стороны, драконы, они, по-моему, под рейджем сносят с двух дыханий АРДФ любого уровня, и, я думаю, мортиры, ой, извиняюсь, думаю, АРДФ с повышенным хп будет не исключением. Теперь в лигах будет, опять же, увеличен бонус. Как вы помните, опять же, в одном из недавних обновлений бонус в лигах был увеличен. Все этому обрадовались и смело стали подниматься в Хрусталь, в Мастер, и самые такие железные парни, железные товарищи доходили до чемпиона. Чисто для того, чтобы забирать бонус. Бонус, на самом деле, пока еще неизвестен, в какой лиге и каков он будет, но я уверен, что разработчики не поскупятся и подарят нам что-нибудь такое приличное. Так, теперь стоимость стен будет понижена, начиная с 8 уровня и выше. Опять же, разработчики мудрят со стенами. Как вы помните, они, опять же, в одном из недавних обновлений добавляли такую функцию, как прокачку стен за эликсир, начиная с 6 уровня. Потом они уровень подняли до 8, и теперь забор за эликсир можно прокачивать, начиная с 8 уровня. А теперь они, наоборот, цену понижают. Вернее, не наоборот, а просто решили понизить цену. И я считаю, что это правильно, потому что забор действительно очень дорогой. И, не знаю, по-моему, это как-то неправильно. Я бы забору минимум раза в два снизил цену, потому что, ну, действительно, мне кажется, деф качать намного выгоднее, чем прокачивать забор, потому что очень-очень дорого. Но, с другой стороны, минус в том, что разработчики не просчитали то, что товарищи, которые прокачали забор уже на приличный уровень, и при этом вкладывая деньги, это, конечно, ну, для них новость не совсем приятная. Следующее. Экспериментальное изменение на клановой войне. Теперь вы будете получать звезды на КВ маленько по другой системе. Как вы помните, раньше первую звезду вы получали за набитие 50%, вторую звезду вы получали за снесенный таунгкол, и, собственно, третью звезду вы получали за то, что вы разносили базу на 100%. Сейчас, ребят, повторюсь, это эксперимент, по поводу этого еще будут споры, и, скорее всего, возможно, это вообще уберут или как-нибудь будут фиксить. Теперь одну звезду на КВ вы будете получать за 33%, то есть за одну треть снесенной базы, вторую звезду за 66%, то есть две трети снесенной базы, и три звезды вы получите за 100% снесенной базы. На самом деле, я не знаю, что по этому поводу думать. Я атакую хогами, в основном на кланной войне, и, по мне, мне кажется, для хогов это неплохо, потому что обычно бывает так, что с таунгкол, после того, как хоги зачистили большее количество дефа и подрывались на каких-нибудь гигантских бомбах, магам и лукам остается зачищать стены и здания, которые остались. Мне кажется, что очень часто бывали ситуации, когда товарищи, которые атакуют хогами, их маги, герои просто-напросто не доходили до таунгколы из-за того, что стояли прокаченные стены. А теперь из-за того, что будут приносить вам проценты здания, и за счет этих процентов вы будете получать вторую звезду, а потом, возможно, даже третью. Мне кажется, для тех, кто атакует хогами, это, ну, думаю, приятное обновление. А те, кто атакует какими-нибудь драконами, надеюсь, взять две звезды, дойдя до центра и снеся таунгкол и параллельно набив 50%, мне кажется, эта новость не совсем порадует. Так, что теперь? Номер атакующего показан на военной карте. Тоже считаю, довольно грамотно и довольно правильно. По нескольким атакам можно будет понять, по какой тактике, по какой схеме атакует ваш противник. Это будет выглядеть, насколько я понимаю, например, вы находитесь под номером, ну, скажем, 2, под номером 2, и на вас такой противник. И напротив этого противника, напротив его ника и двух мечей, показанные то, что вас разносят, будет написан его номер. То есть, если на вас вы, например, номер 2, и видите то, что на вас нападает противник под номером 3, нет, противник, ну, скажем, под номером 1, можно вычислить то, что товарищ атакует по схеме плюс 1, или же если вы под номером 2 и товарищи атакуют вас тоже под номером 2, можно выяснить то, что товарищи из этого клана против вас, который играет, атакуют зеркально. И на самом деле я не знаю, что это вам даст, но вы хотя бы будете знать, снесет вас противник, зайдя на его базу, гляньте его армию, снесет вас противник, например, хогами, увидя хогов, рассчитаете, сможет ли он снести или нет. Новый дизайн воинов, а именно варваров, и прошу заметить то, что новый дизайн будет именно на максимальном уровне воинов. Таких воинов это варвары, лучницы, целительницы, валькирии и ведьмы. То есть, как вы понимаете, в основном здесь задействованы женские персонажи, не считая варваров. Интересно, на самом деле интересно и надеюсь то, что товарищи из... В общем аудитория Clash of Clans воспримет их хорошо и надеюсь то, что разработчики игры тоже по поводу этого постараются и не сделают каких-нибудь не особо привлекательных, не знаю, не особо, в общем, красивые модельки. Так, система антибот. В общем, скорее всего это сделано против тех людей, которые используют X-MODE, и скорее всего вас будет, наверное, просто выбивать из игры, если вы будете его включать. То я считаю довольно правильно, потому что некоторые люди сидят, просматривают базы, а некоторые просто нажимают на кнопочку и вам бот ищет противник. Я считаю это маленько нечестно и те, кто не использует X-MODE, они страдают. Поэтому я за систему антибота. И на вашей деревне будет добавлен водопад. Давненько, по-моему в 2012 году, когда игра только появилась, водопад был, он был в правом нижнем углу, насколько я помню, и по сути просто деталька, которая ничего не дает, но прибавляет, наверное, какой-то декор и... Ну вообще надеюсь то, что водопад будет какой-нибудь красивый и всем он понравится. И последняя, последняя, последняя... А, нет, извиняюсь, не последняя. Еще будет два пунктика. Так, дизайн лаборатории и донат войска будет изменен. То есть дизайн лаборатории на самом деле я не знаю, самой лаборатории или же внутри нее. Если будет оба варианта, то по мне довольно неплохо. И донат войска тоже изменен. Будет интересно посмотреть, как они это сделают. Я надеюсь, что тоже аудитория Clash of Clans все это примет. И надеюсь то, что разработчики Supercell постараются на славу и сделают какой-нибудь оригинальный донат и оригинальный дизайн лаборатории. И, ребят, последний пункт. Герои, которые у вас стоят на апгрейде, теперь можно ими атаковать на клановой войне. Считаю замечательным обновлением, потому что вот сейчас, например, в данный момент у меня качается королева и две атаки на КВ я проводил без нее. Тяжко, на самом деле. И теперь, когда ведут это замечательное свойство, будет просто идеально. Поэтому, ребят, теперь вы можете прокачивать ваших героев тогда, как только накопили Dark, а не после клановой войны. Тоже считаю довольно замечательно. Но на этом все. Вроде больше ничего нового добавлять не собираются. Все, что такое основное, я вам перечислил. И надеюсь то, что обновление выйдет на славу и все его оценят по достоинству. В принципе, ребят, на этом все. Прошу прощения за какие-то, возможно, ошибки в восприятии, в понимании всех этих обновлений и всего прочего. Спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых встреч.